Митинг каля мемориалу «Вечный огонь», «Урашистый сход», «Святошный концерт» и открытие новой экспозиции в Музее военной славы. Сегодня у Гомеля отбылись мероприемства, присвященные 76-е годовине вызволения города от нацистских захопников. Разом с жихарами города их наведали и наши корреспонденты. Бадай самый главный урок Великой Айчинной. Необходно за все добыть готовым оборонять свою краину. Тая война стала саправдным выпробованием. Комендантский час, гетта, концентрационные лагеры – это понятие «назауседы» засталися в памяти поколения 40-х. За час оккупации у Гомеля загинули амаль 150 тысяч человек. Кали память кожного з них ушановывать хвилины и маучанья, спотребятся 3,5 месяцы. Это архивные кадры еще разсвечать. Город был практически полностью разбуранный, особливая его центральная частка. В центре города практически разрушение до 80% зданий и сооружений. В центре города практически все школы 33 были разрушены. Промышленные предприятия, здания основные тоже. Ну и отходя, они тоже пытались заминировать тот же дом коммуны, который один из немногих остался нетронутым, но вместе с тем заминирован. У гэтые дни коллекция областного музея военной славы попаунилась яше одним достатково редким экспонатом. Размова идея об разведывальной боевой машине пехоты. У советской армии БМП такой модификации было у сего крыху боль за 60. Яше одна падзе, якая отбылась у музея – открыть сё новые выставы, присвеченные 75-годзю перамоги у Великой Айчинной. И гадавини вызволения Гомеля. У экспозиции, якая будет працовать на протягу некольких месяцев, боевая зброя, нагрудные знаки и узнагароды, редкие документы и военная форма разных периодов войны. Частку гэтых экспонатов у розные часы передали жихары Гомеля. У шмат яких семьях и зараз заховываются рычы, які мают дышанение до Великой Айчинной. Падзяки верховного главнокомандующего, своему батьку и его родному брату, Зинаида Гатальская заховывая як самые дорогие реликвии. У Червоную армию их прозвали у 43-м, а Бодва вернулися додому живыми, как почать новое мирное життё. Уже их нету живых с возрастом, но очень я благодарна, что вот такое произошло. Я имею в виду, что вот он, как честный солдат, жигал, как говорят, и до Берлина дошёл. За 76 годов, дякуючу праце Гемельшан, практически полностью разбуранный город одновился и зараз по праве лечатся одним из лучших в Беларуси. За пошние 7 годов он четыре раза становился лучшим областным городом краины по добру парадковании. Двойцы были занесены на областную дожку гонору, как переможца с поборницей по социально-экономичному развитию. Рыгор Федорацов худка, значит, 87 годзе. Сегодня он узгадывая, как в 49-м годзе, починал свой працовный шлях на заводе Гомсельмаш. Это был тяжкий час, зато и зараз можно по праве гонориться сробленным. Смену отработаем, а ещё после войны Гомель было разрушено много. Мы всегда после работы шли, помогали, собирали все эти развалины, помогали порядок наводить. Это то, что запомнилось, какой сейчас наш родной Гомель и какой он был после войны. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания Гомель.